О! Ого! Ну хотя бы свитер нарисовали. Спасибо большое за свитер. Бесконечное тебе спасибо за твои лайки и твою подписочку. Ну а сегодня я ради тебя, а точнее ради вас, мои зрители, продолжу проходить бесконечное лето. И остановились мы на том самом моменте, когда мы пришли на пляж, чтобы подумать о вечном, но тут внезапно мы увидели женскую пионерскую форму. И я уже было подумал на очередную чертовщину, как вдруг услышал сзади голос. О! Славя! Ну, в принципе, это было ожидаемо. Прогуливаешь поход? Ээээ... Нет, у меня свой поход с Блэк Джеком и пляжем. Я думала, что все еще в лесу. Опа, она купается. Извини, я помешал, наверное. Да и ничего, я уже заканчивала. А чего это ты решила ночью искупаться? А что, нельзя? Она улыбнулась. Да нет, просто... А Ольга не будет против, что ты ушла раньше? Ну, так ты тоже. Славя стрельнула в меня глазами и была чертовски права. Да, и я тоже. Я сел на песок и уставился на реку. Не понравился поход? Нет, почему? Просто захотелось побыть одной немного. А я тебе помешал. Нет, все нормально. Это на тебя не похоже. Ты о чем? Ну, вот так вот уходить. Я же не робот все-таки, чтобы постоянно действовать по заведенной программе. Хе-хе, она рассмеялась. Ну да, точно. Меня все еще мучили вопросы, да и к тому же усталость становилась все сильнее и сильнее. В голове было совершенно пусто. Но, в принципе, как и всегда. У тебя в голове нет мозгов от начала игры и до ее конца. Хотя, вроде, в некоторых моментах он ведет себя вполне адекватно. Посмотрим, как он будет вести себя сейчас. Точнее, она была настолько тяжелой, что в ней не оставалось пространства для развертывания идей. Если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду, по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей, обгоняя и подрезая друг друга, устраивает чудовищные аварии, то сейчас он не более чем затерянная в лесу тропинка, по которой ходит только в случае крайней необходимости. И, по-моему, я это уже читал. Правда, в другом контексте. И поэтому я сказал первое, что пришло в голову. А тебе не кажется все это странным? Странным? Все, что здесь происходит. Идеальная модель пионерлагеря. Конечно, я о них немного знаю, но все именно так, как я себе и представлял. Ты о чем? Славя недоуменно посмотрела на меня. О нет, он сейчас опять начнет свою пургу нести, а она будет такая, Что? Что? Я не понимаю! Что? Что ты говоришь? Непонятно! Ты никогда не думала, что находишься не на своем месте. Не знаю. Точнее, совсем не там, где надо. Как будто за тысячи километров от дома или вообще в другой галактике. Я тебя не понимаю. Я же говорил! Это классика просто бесконечного лета. В этом мы с тобой похожи. Я лег на спину и посмотрел на звезды. А что если я тебе скажу, что я пришелец из будущего? Сейчас он опять такой. Не понимаю! Что ты говоришь такое? А ты пришелец из будущего? Спросил о Славе совершенно серьезно. Что? Если он сейчас скажет да, это будет вообще рафляночка. Серьезно? Ну, допустим. И как мне вернуться в свое время? А ты этого хочешь? Да, все разговоры с ней о моей ситуации, даже малейшие намеки, всегда заканчиваются одним и тем же. Потому что она в глубине души именно робот. Она словно предлагает мне остаться. Настойчиво предлагает. Ну, допустим, я не знаю. Там, назовем это так, все родное. Нет, точнее привычное. Практически все знакомо и к любой ситуации ты готов. А тут наоборот, буквально каждая мелочь становится для тебя неожиданностью. И вообще все другое. Разве это плохо? Я не говорил, что плохо. Это непривычно, непонятно. Иногда бывает сложно что-то менять. Особенно людям с моим характером. А чего ты сам хочешь? Начнем с того, что я не могу ответить на этот вопрос. Пока точно не пойму, где это тут. Так выясни. Если бы все было так просто. А что сложного? Все сложно. Я даже не знаю, с какой стороны начать. Да и меня постоянно отвлекают. Ты так серьезно об этом рассуждаешь, как будто это все на самом деле. Она рассмеялась. Кто знает. Наступило довольно долгое молчание. Вдруг Славя чихнула. Будь здорова. Спасибо. Не надо было ночью купаться. Простудишься. Иди скорее в домик, а то холодно. Да, ничего. Я лучше еще с тобой посижу. О, это так мило. Сейчас, только оденусь. Мне было, конечно, приятно, но... Пойдем, я тебя провожу. Но не успели мы сделать и десятки шагов, как Славя опиралась на мою руку. Что с тобой? Да что-то вот голова закружилась. Я потрогал ее лоб. Он просто пылал. Ну вот и докупалась, как говорится. Никогда не умел определить температуру тела на ощупь, но тут все было очевидно. Я же тебе говорил! Пойдем скорее. Нет, я Женю заражу. Слушай, давай лучше в медпункт. И что ты будешь делать в медпункте ночью одна глупости? Нет, не глупости. Не хочешь, я сама пойду. Она опустила мою руку и уже собиралась уходить. Эй, не обижайся! На вот, накинь, а то холодно. Я протянул ей свитер, который прихватил с собой в поход. Хоть пригодился. Спасибо. Она закуталась в него и посмотрела на меня таким нежным взглядом, что я решил не спорить. Мне на самом деле нравится характер Слави. Медпункт так медпункт, как скажете. А почему я не видел свитера на ней? Она же накинула свитер! Я буду докапываться до таких тупых мелочей! Аааа! Я просто знаю, что некоторых это раздражает. Через пару минут мы уже стояли у двери медпункта, и Славя подбирала ключ. И что-то тут как-то крипово. У меня все время флешбеки из прошлой концовки. Мне кажется, что вот-вот, вот-вот жопа будет! Вот-вот зомби выскочит! Вот-вот мы найдем оторванную руку! И подождите, там в мусорке какая-то сова со светящимися глазами. Хм, мы нашли в совенке совенка. Довольно интересная пасхалочка. Интересно, она что-то значит? Надо запомнить. Мне вновь показалось, что это весьма глупая затея. От обычной простуды еще никто не умирал. По крайней мере, в последние лет сто. И я не видел никакой особой причины, чтобы проводить ночь в медпункте. А мне кажется, что у Слави есть какой-то хитроумный план. Но мы попали в медпункт. Наконец-то Славя открыла дверь и облокотилась мою руку. Голова немного крошится. Виноват, сказала она. Славя села на койку, а я на стол рядом. Слушай, ну все-таки, ночью одной в медпункте. В конце концов, та же самая Женя может в крайнем случае хоть стакан воды подать. Да и не заразится она, молодая, здорова еще. Все нормально. Не хочу никого стеснять, тем более завтра придет медсестра. Я вдруг представил себя на месте Слави, что мне придется провести здесь ночь одному. И от этого мурашки побежали по коже. Слушай, может я с тобой побуду? Я был многим обязан Славе. Вот в этом ты прав! Да и просто не хотелось уходить. О! Неужели он начал привязываться к Славе в кой-то веке? Зачем? Все в порядке будет. Спасибо, что проводил. Иди ты спать. Мне кажется, что все же... Все в порядке. Я на мгновение задумался. Конечно, с ней ничего страшного здесь не случится. Но все же мне будет спокойнее, если я останусь. И я все-таки... Не надо, говорю же! Обиженно воскликнула Славя. Блин, я ее не понимаю уже. Че-че-че-то она как-то странно себя ведет в этой серии. Ты же меня не выгонишь. Лукаво улыбнулся я. Ладно, но если заразишься, пеняй на себя. Я был доволен своей маленькой победой. И чем займемся? В ящике стола должны быть карты. В дурака? По правде говоря, кроме этой игры и покера, я никаких не знал. Я вот, если честно, даже в дурака играть не умею. Какой ужас. А вот в покер умею, кстати говоря, что странно. Но давайте забудем об этом! Давай. Играли мы долго. Я совершенно забыл о времени. Мы разговаривали на разные темы, много смеялись. Казалось, что Славей не болеет вовсе. Но вот и наступила полночь. Пора спать. Пожалуй. А ты где собираешься? Она пристально посмотрела на меня. Так, подожди, подожди, подожди. Смотри. Вот одна койка. Вот тут вторая койка. То есть вы можете оба улечься в медпункте. Вполне себе спокойненько. Чё ты злишься? Ну-ка не злись, Славя. Иди всё же. Не надо тут со мной сидеть. Да я и так сейчас бы заснул. И стоя. Славя долго смотрела на меня, потом задёрнула занавеску и сказала. Спокойной ночи. Спокойной. Странно, что мы оставили её. Я опустил голову на руки и моментально провалился в сон. Несмотря на то, что очень сильно устал, спал я беспокойно. Подождите, он всё-таки заснул в медпункте? Даже можно сказать, что скорее дремал. Сознание то уходило, то возвращалось. Это самое лучшее состояние для созерцания всяких бредовых картин. Блин. Жиза. Сначала по комнате с рёвом проехал автобус под номером 410. Потом с потолка пошёл снег, а на столе возник монитор моего компьютера. На стенах появились обои, на полу горы мусора, в углу старая кровать. Я снова оказался в своей квартире. И сейчас внезапно просто мы телепортируемся домой, и вот вам и консовочка. Но мне кажется, что будет всё не так. Потом пейзаж сменился на улице родного города. Я как будто пролетал по ним, проходя сквозь бесчисленные толпы снующих туда-сюда людей. А потом на меня опустилась. Темнота. Первобытный. Вселенский. Мрак. Так, ну а мы проснулись, я в ужасе вскочил. С меня ручьём лил холодный пот. С кушетки испуганно смотрела Славя. Просто плохой сон. Я попытался улыбнуться. Ты кричал. И что я кричал? Не знаю, неразборчиво. Часы показывали всего лишь пол первого ночи. То есть он полчаса поспал? Семён. А? Мне холодно. Славя куталась в мой свитер и ёжилась. Сейчас поищу одеяло. И что-то мне кажется, что он сейчас упустил какой-то очень важный намёк. Я оперировал один шкаф за другим. И про себя чертыхался, что в медпункте даже укрыться больным нечем. Извини, ничего нет. Подожди, сейчас бегаю принесу. Не надо. Может ты ляжешь со мной? Так будет теплее. Она уже в открытую. Ему говорит, всё-таки это был намёк. Господи, какой же Семён иногда затупок. Она сказала это совершенно серьёзно. Её голос прозвучал нежно и настолько жалобно, что у меня на секунду перехватило дыхание. А ты уверена, что это... что... что нормально? Значит, нельзя? Расстроенно спросила она. Нет, почему? О! Ого! Ну хотя бы свитер нарисовали. Спасибо большое за свитер. Я медленно снял ботинки и лёг на кушерку с края. Строить занимать как можно меньше места. Весь сжался и практически не дышал. Семён ведёт себя так, как будто он ни разу в жизни не оставался один на один с девушкой. Но, кстати говоря, арт довольно тёплый и прикольный. Неожиданный. Хотя лицо у Семёна всё время как у какого-то маньяка. Вы просто посмотрите. Тупо маньячелла. И милая девочка. В его свитере, кстати говоря. Славя нежно обняла меня и положила голову на грудь. Да, так лучше. Прамурчала она. Я же был не в состоянии что-либо сказать, поэтому просто лежал. Хорошо. Спасибо тебе. За что? Славя лежала с закрытыми глазами и, кажется, была готова заснуть в любую секунду. За то, что ты здесь. Да нет, ничего такого. Блин, такая музыка классная играет. Мне так нравится. Хотя ещё пару минут назад она упорно пыталась выпроводить меня. Она проверяла, насколько ты стойкий. Есть же девушки, которые на ютубе пилят видосики и дают советы по типу Парень, будь упорным, чтобы завоевать девушку. Ты должен делать всё наоборот. Если она говорит, уходи, останься. Если она говорит, останься, уходи. Если она говорит, я тебя люблю, она тебя не любит. Если говорит, не люблю, она тебя любит. Нет, правда. Ну, тогда пожалуйста. Она ничего не сказала, но я был уверен, что Славя улыбается. Обращайтесь в любое время так сказать. Ты такой заботливый, внимательный. Стараюсь. Ты хороший друг. Ну, я даже комментировать это не буду. И он тоже не хочет это комментировать. Друг, ну да, наверное. Почему-то это слово больно задело меня. Я прям как знал. С одной стороны, не было особых оснований полагать, что для Слави я значу нечто большее, чем просто друг. Да и к чему вообще эти мысли? Мне тоже. Я никак не мог подобрать нужные слова. Что мне тоже? Приятно с вами работать. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Или с тобой тоже классно дружить. Пойдём лепить куличики. Вдвойне тяжело было и потому, что Славя лежала рядом. Не скрыться, не убежать. И даже не смотря мне в глаза, она, казалось, видит меня насквозь. Ты чем-то расстроен? Посмотрите на её хитрое лицо. Нет, всё в порядке. Ну я же вижу. Может быть. Не хочешь об этом поговорить? Да не то, чтобы. Просто не о чем говорить на самом-то деле. Получается, ты не знаешь, чем расстроен? Наверное так. А зачем тогда расстраиваться? Славя рассмеялась. Выходит, что незачем. Вот и хорошо. Она ещё крепче прижалась ко мне. Не холодно? Нет, спасибо. Но если тебе неудобно, то ты скажи. Ничего, нормально. Как тогда? С лодкой? Мышцы рук, словно вспомнив соревнование по гребле, отозвались ноющей болью. Там совсем другое дело было же. Хорошо, хорошо. Сказала она лукавая и слегка приподняла голову. Значит, точно всё в порядке? Да, в полном. Я уже начал не на шутку волноваться. Славя совершенно чего-то от меня хотела. Да ладно, блин! Господи, он ещё тупее, чем я думал! Ладно. Смиримся. Это Семён. Это Сеня. Всё нормально. Это Сеня. У него в голове одни кузнечики. Не будем акцентировать на это внимание. Скорее всего, чтобы я что-то сказал или сделал. Ну только что. Я уверен? Да. Наверное. Ну хорошо, так до спокойной ночи. И тебе. И она наконец уснула. Мы проведём ночь в медпункте. Через некоторое время она заснула. Я краем глаза поглядел на время. Был всего лишь час, а это значило, что мне предстоит в таком положении пролежать до утра. И меня совсем не волновало то, что он имеет рука. Просто рядом со Славей в такой опасной близости я совершенно не мог заснуть. А всякие мысли так и лезли в голову. Интересно, она правда считает всю эту ситуацию нормальной? Какие-то мысли в твою голову лезут, а, Семён? А ну-ка поделись. Опасная близость у неё. И, а чё это она ночью пришла? Я только задумался о том, что будет плохо, если нас кто-нибудь здесь найдёт. Как дверь распахнулась, зажёгся свет и в медпункт ворвалась Ольга. Вот я только хотел сказать, что они сейчас уснут, и утром их заметит медсестра, и это будет крайне неловкое зрелище. Но я решил отгородиться мыслью о том, что медсестра довольно понимающая. И даже с намёками такая. Но тут как бы зашла Ольга, просто сатана воплоти, сахарная королева припёрлась. Сердце ёкнуло и остановилось на мгновение. Семён! Дьявольски спокойно начала вожатая. Я ж говорил, сатана воплоти! Я тебя везде ищу, а ты смылся и злез раньше времени, не пришёл ночевать и развращаешь нашу лучшую пионерку! Тут же проснулась Иславия. Она некоторое время с заспанными глазами смотрела на вожатую, потом, похоже, поняла, что происходит, и быстро вскочила с койки. Ольга Дмитриевна, это совсем не то, что вы думаете. Я просто заблела, и Семён проводил меня сюда. А потом мне стало холодно, и я ему говорила, чтобы шёл к себе. Что? Вот это было некрасиво! Вот это было очень некрасиво, Славя, с твоей стороны! Да-да, конечно! Значит, заболела, говоришь? Да. Робка ответила Славя. Так вот и лечись! Она грозно посмотрела на меня. А ты быстро со мной! Я понял, что спорить неуместно, встал и вышел из медпункта, даже не взглянув на Славя. Фу, какая мерзкая ситуация! Лучше бы мы свалили. Аж не по себе, аж внутри что-то передёргивает. Знаете, такое неприятное ощущение. Мы молча дошли до площади. Ольга злобно посмотрела на меня и сказала, «Домой, там поговорим!» Всё, нам кобздец. Это худшая концовка сейчас будет. Я даже не знаю, что хуже. Злая Ольга или нашествие зомби. Как бы, злая Ольга, нашествие зомби. Злая Ольга, зомби, Ольга, нам пи***. Всю дорогу я находился в ужасном состоянии. Вожатая молча шла рядом. Я думал о том, что опять попал в глупую ситуацию, которую абсолютно все поймут не так, как было на самом деле. Да что говорить. Будь я на месте Ольги, двое подростков лежат в обнимку ночи в пустом медпункте. Сложно придумать оправдание. Самое обидное, что вновь и вновь это случается именно со мной. Я всегда считал, что обладаю аналитическим складом ума, но почему-то он редко проявляется на практике. Ага, аналитический склад ума у Семёна. Ха-ха-ха. Войдя в домик, вожатая продолжила допрос. Не хочешь мне ничего объяснить? Похоже, она немного успокоилась. Хоть это в Ольге мне нравилось, она, конечно, была импульсивным человеком, но в то же время и отходила быстро. Славя же вам всё рассказала. И ты думаешь, что я в это поверю? Я не заставляю вас в это верить. Но я никаких оправданий придумывать не собираюсь, так как это правда. Она долго смотрела на меня, а потом сказала. Ладно, я завтра буду думать, что с тобой делать. Ну, как бы спокойной ночи. Вожатая выключила свет, и я, не раздеваясь, накрылся одеялом и отвернулся к стенке. Интересно, а почему она только меня винит? Я же там не один лежал всё-таки. Да потому что Славя, боже, я дуванчик. Конечно, Славя образцовая пионерка, но... Нет, я совсем не собирался перекладывать на неё ответственность. Просто мне было жутко обидно, что опять я попал в дурацкую ситуацию. А ещё мне не понравилось то, что Славя такая, ну, я же говорила ему уходить. Вот это, ну, как было некрасиво. Ни специально, ни по своей воле, не имея никакого злого умысла и не ожидая подвоха. Я бы ещё долго мог жалеть себя и мучиться, но осталось, взяла своё, и я отключился. День седьмой, дамы и господа. Мы провели очередную неделю в этом зловещем лагере ада. А, подождите, день чистой. Славя, привет, чё ты тут делаешь? Тебя тут не должно быть. Чё, чё за спойлеры начались? Ну ладно, я думаю, теперь понятно, какая концовка, блин. Игра, ты её подставила. Но знаете что, давайте-ка вы быстренько поставите лайкосики под этот видосик, чтобы их было много. Как бы, вот, вам игра раскрыла секрет, на какую концовку мы шли, хотя это и так было очевидно. Но всё же, это заслуживает лайкосика. Давайте соберём под этим роликом много лайков. Хоть это меня утешит. Спалось плохо. Да, мне тоже. Я постоянно просыпался на пару минут, а потом снова отключался. Я понимаю, почему он просыпался каждые пару минут. Он представлял Славю под боком и такой У-у-у, какие мысли в голову лезут, у-у-у, Семёновы мысли. Толком мне ничего и не приснилось. Лишь какие-то гротескные картины, которые забылись к утру. Разбудила меня Ольга. Пинком, в челюсть, апперкотом! Вставай уж! Я протёр глаза и вопросительно посмотрел на неё. Сколько времени? Достаточно! Всё тело болело, а голова была тяжёлая, как шар для боулинга. И кажется, Ольга нас будет ненавидеть до самого конца. Марш умываться! Я послушно встал, взял пакет с зубным порошком и щёткой и вышел на улицу. Общаться с вожатой совершенно не хотелось. Понятно, что меня ждёт разбор полётов. Причём суровый. Но лучше его отложить на как можно более поздний срок. В конце концов, я всегда так делал. Пытаясь не заснуть на ходу, я кое-как дошёл до умывальников. Холодная вода несколько привела меня в чувства. Надеюсь, хоть сейчас не будет какой-нибудь жопы. Может быть, стоит зайти к Славе? Похоже, ещё есть немного времени. Просто сказать ей, что я сожалею. А с другой стороны, отчего мне оправдываться? Идея была её. И что я-то? Я-то что сделал не так? Просто опять попал в глупую ситуацию, где все факты против меня. Ух, я вздохнул и направился к домику Ольги с твёрдым намерением, если и не убедить вожатую в своей правоте, то хотя бы показать, что на своей позиции я буду стоять до конца. Ну посмотрим, как он будет стоять до конца. Чё-то мне кажется, что он ещё обосрётся, как всегда. Однако в комнате никого не было, потому что она на линейке, как всегда. Я сел на кровати, обхватил голову руками. Надо придумать оправдание. Срочно! Красивое и правдоподобное! Так, а давайте устроим интерактив. Вот представьте, что вы попали в такую ситуацию. Возьмите, придумайте оправдание и напишите его в комменты. Ну а самые прикольные варианты я пролайкаю. Проявим свой креатив. Ну а я сейчас тоже придумаю какое-нибудь оправдание. Так, 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 так. Что мы можем придумать? Ну скажем так. Я немного отошёл во время похода. Заблудился. Но тут меня нашла Славя. Она сказала, что знает, где весь поход и куда он ушёл. И сказала идти за ней. Но в итоге она меня через лес привела в медпункт. После чего она мне сообщила, что ей нужно взять какие-то таблетки. Я, естественно, согласился ей помочь в этом. Мы зашли в медпункт. Я присел на кушерку. Она открыла ящик. Взяла какую-то таблетку. Выпила её. Потом присела со мной. Сказала, что у неё голова кружится. Обхватила меня руками. Уложила и уснула. А так как я вежливый пионер и не хотел её будить, я просто остался лежать рядом с ней. И когда я, наконец, захотел уйти, когда она крепко уснула, тут внезапно вошли вы, Ольга. Вот как вы посмели. Господи, как некультурно, Ольга. Фу. Да, большая, однако, история получилась. Если она не хочет верить в правду, впрочем, ничего удивительно, на её месте вряд ли бы кто-то поверил. В голову не приходило ничего, хоть сколько-нибудь стоящего. Я просто сидел и смотрел в окно на восходящее солнце. И Ольга. Или нет, это Славя. Смотрите, это Славя. Зуб даю. Тихо скрипнула о сфере и вошла... Аааа, нет, вожатая, господи. Минус зуб. Ольга, я всё же хочу вам объяснить, что... Не стоит. Я удивлённо посмотрел на неё. Я всё понимаю. То есть вы понимаете, что это совсем не так, как выглядело? Почему? Выглядело это именно так. Я не хочу осуждать тебя или Славю. Понимаю, молодые организмы, гормоны и всё такое. Я бессиленно вздохнул и опустил голову на руки. Что мне сказать, чтобы вы мне поверили? Ничего. Я же говорю, всё понимаю. Ничего вы не понимаете, прошептал я себе под нос. Ладно, марш на линейку. Я встал и нехотя поплёлся за ней. Но зайти-то мне можно к ней? Конечно же нет. Вожата удивлённо посмотрела на меня, как будто такой вопрос был чем-то абсолютно неуместным. Я уже предупредила медсестру, чтобы тебя не пускали. Ну хотя бы как она себя чувствует? Похоже, Славя действительно заболела. Да ладно, блин, да ладно, мы просто так лапшу на уши вам вешаем. Хотя выглядит именно так. Я не успел спросить, насколько серьёзно, потому что мы уже вышли на площадь. Иди вставай на своё место! У меня есть своё место. Я остановился рядом с электроником. Что вчера было? Шепнул он мне. Ты о чём? Ну ты внезапно исчез. Да так. Вот ещё не хватало, чтобы весь лагерь узнал. Ведь если неправильно поняла вожата, это уж остальные. Хотя я уже начинал думать, что возможно, не всё так уж и неправильно. Линейка состояла из переклички и сообщения о том, что в душевых сегодня ремонт, поэтому помыться не удастся. Наконец, пионеры весело голодя побежали на завтрак. Я уныло поплёлся за ними. Что-то Семён какой-то совсем расстроенный. По правде говоря, ей совсем не хотелось. Хотелось узнать, как там бедная Славичка, да? Постояв у двери столовой, я развернулся и направился прочь. Ну, конечно, было очевидно, что он пойдёт именно сюда. Не знаю, как так получилось, но вскоре передо мной словно из ниоткуда возник медпункт. Ну да, просто шёл в какую-то случайную сторону и как-то вышёл к медпункту. Чудеса да и только, волшебный лагерь. Похоже, сработал автопилот. Я пристально уставился на дверь, стоя в нерешительности. Меня же не пустят. Ну там окна, смотри, их тут. Один окно, два окно, три окна, четыре окно, пять окнов. Вот придумай что-нибудь с ними. Ещё там сзади стопроцентно куча окон. Да и что остаётся? Ждать наказания от Ольги, если оно вообще будет? Ждать, пока узнает весь лагерь? А это ещё хуже. Насмешливые взгляды со всех сторон, отчуждение. И ведь наверняка так оно и произойдёт. Нет, я вряд ли в чём-то провинился. Но именно в данной ячейке этого фантастического социума такой проступок точно считается, если не грехом, то серьёзной девиацией. А значит, терять мне уже нечего. Я уверенно постучался. Сейчас, сейчас. Я дернул ручку, но дверь не открылась. Саперта? И здравствуйте, медсестра. Через несколько секунд в замочной скважине повернулся ключ и показалась медсестра. Доброе утро, пионер. Доброе. Уверенно ответил я. Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Знаю, но если бы вы... Нет, нет. Так не пойдёт. Лукаво сказала она. Приказ, вожатая есть приказ. Если ты спросишь лично меня, то я ничего плохого в твоём поведении не нахожу. Но вот Ольга... Может, всё-таки... Нет. Я злобно посмотрел на неё, развернулся и демонстративно медленно зашагал прочь от медпункта. Что делать дальше, я не знал. Просто шёл вперёд, изредка калашмать, а кулаками встречные деревья. Читон совсем дурной стал. Очнулся я от этого приступа ярости только тогда, когда руки уже нестерпимо болели, а губы все были искусаны в кровь. У-у-у, это что? Это что, это что, беда с башкой? И самое интересное ведь, что вся эта фантастика с попаданием в этот непонятный пионерлагерь закончилась самой банальной жизненной ситуацией. Такой же глупой, как и всё моё существование. Я опять что-то не так сделал, где-то не подумал, а меня неправильно поняли. Что же, пусть всё идёт своим чередом. Возле столовой никого не было, кроме красоты. Посмотрите, как же тут красиво, господи. Я вздохнул и с облегчением сел в дальний угол, чтобы, не дай бог, никто меня не увидел. Кое-как запихнув в себя завтрак, я уже собирался уходить, как к моему столику подлетела Мику. Доброе утро, Семёна, я сегодня проспала что-то, можно я с тобой тут посижу? И не дождаясь ответа, она, конечно же, села рядом. Привет, Мику, мы по тебе скучали. По тебе нормальной. Я уже ухожу вообще-то. А правда, что у вас о слове этого? Ну ты понял. Все уже знают. Ты сейчас убьёшь Семёна. О нет, он же сейчас с ума сойдёт. Ты не так сошёл с ума, но это сейчас его добьёт. Она пристально уставилась на меня, хлопая глазками. Кто тебе такое сказал? Конечно, стоило ожидать, что слухи расползутся быстро. Но не настолько же! Я медленно начал звереть. Я Дженю слышал, а она вроде бы о сыроежкина. А ему сказала, Ольга, ты не подумай, я не хочу лезть не в своё дело. Просто, нет, если ты не хочешь, не отвечай. Но если это не секрет... Не хочу я отвечать. Ты права. Я встал и быстро направился к выходу. День сегодня был жарким. Это распаяло мою злость, ведь жару я не люблю. Впрочем, сейчас что угодно могло вывести меня из себя. Однако, надо было решить, как вести себя дальше. Меньше всего мне хотелось с кем-то сталкиваться, поэтому я направился в лес, чтобы спокойно подумать. Остановившись на полянке, я присел на пенёк, взял палочку и начал ковырять ей землю. Если от меня больше ничего не зависит, то и остаётся только ждать. Но, а что я, собственно, могу? С боем прорываться в медпункт? Даже если и так, то что дальше? Попытаться вразумить Ольгу? Вряд ли получится. Забавно, но вся эта фантастика вылилась в обычную бытовую ситуацию. Это ты уже говорил. Если бы это происходило в моём мире, то и проблем бы никаких не было. В самом деле, ну что такого? Ну, спал я с девушкой, кого-то волнует. И даже если бы мне было 17 лет, то ничего страшного бы не произошло. Было бы немного сложнее, но всё же. А тут что? Я не хозяин сам себе. Впрочем, был ли я им вообще когда-либо? Оооо, философию пропёрло. Всё ли от меня зависело в моей собственной жизни? Вряд ли я достиг хоть одной вершины, к которой стремился. А теперь здесь, достигнув её, я никак не могу её удержать. Может быть, с самого начала я был всего лишь зрителем. Моё попадание в этот лагерь, местные обитатели, все события, которые со мной здесь произошли. Всё это не более чем причудливая игра, в которой я лишь пешка. Но если так, то свою роль стоит сыграть как можно лучше. Я встал и решительно направился назад в лагерь. План ещё не до конца созрел в голове, однако для себя я уже всё решил. Так-так-так-так-так, что ты там нарешал, Семён? В домике вожата никого не было. Я начал рыться по шкафам и собрал в мешок спальник, свою зимнюю одежду, фонарик и кое-какие тёплые вещи, которые смог найти. Эй, он собирается свалить из лагеря? Его добила эта ситуация? Серьёзно? Что-то он какой-то слабенький в этой концовке. Выйдя на улицу, я нос к носу столкнулся с Алисой. В поход собрался? Да, в поход. Уверенно ответил я. Что же, удачи? Она хитро улыбнулась и пошла дальше. Но она тоже всё знает. Быстрым шагом я направился в сторону медпункта? Что он такое задумал? Хм... В конце концов, медсестра тоже человек, и на обед она наверняка пойдёт. А зачем ты вещи собирал? Я засел в кустах и принялся ждать. Иии, сколько же ты ждал? Время летело быстро. В голове всё прояснилось, решение моё было твёрдым. Я не обдумывал свой план дальше ближайшего хода, и мне было всё равно. Главное, я действую именно так, как сам считаю нужным. А там, дальше будь что будет. Нет, всё-таки он не слабенький. Он здесь, наоборот, набрался решительности по максимуму. И, наконец, показалась медсестра. Она осмотрелась, но, видимо, не обнаружив угрозы, закрыла медпункт на ключ и быстро пошла в сторону столовой. Как же ты взломаешь дверь? Как только она скрылась за поворотом, я в несколько прыжков подскочил к окну и яростно забарабанил по стеклу. Я уверен на 90%, что медсестра нас заметила. Но так как она, в принципе, не против всего этого, она такая... Да, пусть молодые развлекаются и просто ушла. Ну, Славя? О, Славя! Вскоре показалась Славя. Семён, ты что здесь делаешь? Тебе же нельзя. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, Ольга сказала мне, что ещё день надо здесь побыть. А мне сказала совсем другое. Вылезай! Уверенно сказал я. Ты что? Зачем? Испуганно спросила Славя. Вылезай, потом всё расскажу. Она некоторое время внимательно смотрела на меня, а потом без возражения открыла окно. Серьёзно? Так просто? Я помог ей спрыгнуть на землю. И что дальше? Пойдём. Я взял её за руку и направился в сторону леса. Что у тебя за гениальный план? Чё-то он меня пугает. Он как маньяк себе ведёт. Через несколько минут Славя остановилась. Семён, что мы делаем? А что такого? Ты считаешь, что всё это правильно? Нет, но так будет только хуже. Почему же? Мы имеем право поступать, как считаем нужным. Хорошо, но что дальше? Об этом я не думал. Ну, как и всегда, потому что у тебя в голове полторы извилины. Дойти уходят только на то, чтобы творить херню. Каждый этап моего плана пока что реализовывался весьма успешно. Но просчитывать даже на ход вперёд совсем не хотелось. Смотри. Я открыл сумку и показал вещи, которые забрал из домика вожатой. И Славя вопросительно посмотрела на меня. Не знаю. Он просто собрал вещи, просто спас Славю из заточения. А си... Бррррррррррррр. Брау! Ну вот так. Да. Дальше он нихрена не придумал. Потому что это Семён. Тупо Сеня. Не знаю. Отсидимся в лесу пока что. Покажем, что с нами тоже надо считаться. Ну ведь это глупо. По-детски. Если не хочешь... Она жалобно посмотрела на меня. О, я не видел это выражение лицо. Чего это? Она как котёночек. Я сделаю, как ты скажешь. От этих слов у меня мурашки по коже побежали. Эм... Только не говорите, что у неё тоже беды с башкой. Нет! Как ты скажешь. Раньше мне никто такого не говорил. В любом случае, думаю, сейчас это самое лучшее решение. Ладно. Я расстелил спальный мешок на земле, и мы сели на него. И вы посмотрите на этот арт. Славя здесь на мальчика похожа. Это всё, что я могу сказать. И что будем делать? Не знаю. Я был как никогда близок к провалу. Нет, я не сомневался в своём решении, но что делать дальше, я и правда не знал. А что ты хочешь? Поесть было бы неплохо. Ты ничего с собой не захватил? Вот об этом я как раз таки и не подумал. Нет. Медленно ответил я. Ладно. Мы продолжали сидеть молча. Интересно, будут ли нас искать? А ты помнишь, как Шурика искали, когда он пропал на пару часов? Конечно, вас будут искать. Даже если будут, то вряд ли им это удастся. Лес большой. Ну вот еда, к вечеру я ей захочу. Ладно, ты сиди здесь, я скоро вернусь. Куда ты? За едой. Может, вместе пойдём? Не стоит, я мигом. Ладненько. Оставив Славю одну на полянке, я быстрыми шагами направился назад к лагерю. В том, что она никуда не уйдёт и дождётся меня, я был абсолютно уверен. Я в принципе тоже, но я вот уверен в том, что тебя поймает Ольга. Она материализуется постоянно за спиной за нашей. Меня это пугает. Хотелось бы также верить, что я запомнил дорогу. Если искать нас ещё не начали, то Славе уже хватились точно. Так что стоит передвигаться как можно осторожнее, чтобы меня не заметили. В принципе, опасность исходила от любого пионера, а не только от знакомых. О таком вопиющем случае похищения человека наверняка уже известно всему лагерю. Если добраться перебежками до столовой не составил особого труда, то что делать дальше я не знал. Да как обычно, ты хоть о чём-то думаешь, ты бежал за столовой минут 10, мог бы придумать, что дальше делать. Не могу же я просто вот так взять и войти туда. О! Прячешься? Я ж подпрыгнул от испуга. Сзади стояла Ульянка. Ну теперь материализовалась Ульянка, ну зашибись. Ну Ульянке я, кстати говоря, доверяю. Я на самом деле доверяю сейчас трём людям. Или нет, всё-таки двум. Ульянке и Алисе, потому что они из-за того, что у них дурная репутация, самые безобидные, наоборот, они меня поддержат в моих ужасных начинаниях. Проголодался, небось! Она пристально уставилась на меня. Ну, чего молчишь? Я на секунду потерял дар речи, поэтому ответить не смог. Так зачем пришёл? Да просто есть захотелось или хочу взять еду для Слави. Блин, что же мне сказать? Я не хочу палиться, что я хочу взять еду для Слави. Но если все и так знают, что у нас со Славей что-то было, то нет смысла отпираться. Какой сложный выбор. Стоит ли говорить Ульянке о Славе? Потому что если я скажу, что просто есть захотелось, Ульянка может меня потроллить. А если я скажу, что еда нужна для Слави, то Ульянка, скорее всего, поможет мне. Это довольно сложный выбор. Я не знаю, блин! Господи, эгоизм против альтруизма. Ладно, побудем хотя бы в кои-то веки альтруистом. Признаемся, что нам нужна еда для Слави. Вот как? Да, вот так. Ладно, сейчас. Сработало, господи! Я же говорил, что Ульянке можно доверять. Хотя вдруг она сейчас приведет Ольгу. Нет, это Ульянка. Она приведет еду со мной. Огромный бургер за руку приведет. К моему удивлению, Ульянка не стала задавать неудобных вопросов. Она побежала к столовой и в мгновение око скрылась за дверью. Я не знал, что делать дальше. Довериться ей и ждать или бежать, пока она не вернулась с кавалерией. Однако Ульянка не дала мне времени на обдумывание, так как уже спустя пару минут появилась вновь с каким-то пакетом в руках. В пакете оказалось полно булочек в пакетах и несколько треугольников с кефиром. Офигеть, господи, какая же она хорошая. Мне прям на душе тепло от ее действий. Ну почему? Потому что это смело и круто! Я же говорил, что из-за того, что у них такая себе репутация, они будут мне помогать. И вот они мне помогают, потому что им нравится бунтовать, им нравится идти против системы. Мой план сработал, господи. Она хитро улыбнулась. С вами привет передавай! Ульянка помахала рукой и убежала. Я еще некоторое время стоял в замешательстве, но потом направился назад в лес. Фух, пронесло. Вообще это не похоже на Ульянку, но я был ей благодарен. В конце концов, одному мне вряд ли бы удалось днем достать еду без приключений. Вернувшись на полянку, я обнаружил там Славю. Все в той же позе, сидевшую на спальнике. Славя точно не робот? Она меня пугает. Она довольно странно себя сейчас ведет, вам не кажется? Вот. Я протянул ей пакет с едой. Как у тебя ловко получилось! Восторженно сказала она. Ну, мне помогали. Славя вопросительно посмотрела на меня, но я не стал углубляться в подробности. Мы сосредоточены, еле не говоря ни слова. Наконец, я удовлетворенно вздохнул. Неплохо, весьма неплохо. Да. Согласилась Славя. Что теперь будем делать? Может, у тебя есть какие-то предложения? Насчет чего? Ну, хотя бы как договориться с вожатой. Не знаю. А ты уверен? Уверен. Перебил я ее. В конце концов, это акт протеста. И я бонтарь. Пусть она знает, что нельзя мной... Я осекся. Нами помыкать. Похоже, сказал глупость. Если я для Ольги точно был мальчиком на побегушках, то Славя... Ты смешной. Она мило улыбнулась. Можно же просто подойти к ней и поговорить. Раз ты хочешь сидеть и ждать, то я согласна. Я пытался говорить. Именно так, как надо? А как надо? Ээээ, вежливо? Так, как ты не умеешь, Семен. Определенно, так, как ты не умеешь. По правде говоря, я не знал. Такие неудобные разговоры всегда были для меня чем-то из области нерешаемых задач. Возможно, если бы я знал, как надо себя вести в подобных ситуациях, все было бы по-другому. Конечно, я сам боялся, чувствовал себя виноватым. Откуда же взяться уверенности? Не знаю. Славя рассмеялась. Что? Хе-хе-хе. Ничего. Просто я сейчас похожа на принцессу, которую прекрасный принц похитил из замка злой колдонья. Я внимательно посмотрел на нее. Хоть звучало и романтично, но мне показалось, что сейчас Славя сказала глупость. Ну, вообще, Ольга злая колдунья. А, сатана, воплоти, я же говорю. Здесь определенно что-то есть. Да, аналогия прослеживается. Чекание каждое слово, сказал я. И у принцесс обычно не бывает выбора в таких ситуациях. А-а-а, вот почему она просто согласилась. Загадочно ответила Славя. Славя думает, что она персонаж сказки. А-а-а, она еще более странно себе начала вести. Выбора? Не может такого быть. Это у меня нет никакого выбора. Только сидеть и ждать, что я чудесным образом вернусь в свою реальность. Разве Славя такая же? Примерно пионер, умница, красавица. Да у нее сотни, если не тысячи выборов. Возможно, сейчас именно та ситуация, о которой я мечтал всю жизнь. Такая недостижимая девочка, как Славя, не просто сидит рядом со мной. Разговаривает, весело смеется, а во всем полагается на меня. А-а-а, так у Семена огромные проблемы с девушками. М-м-м, вот оно что. Ну тогда его можно понять. Только хорошо это или плохо? Что мне делать дальше? Вопросов было больше, чем ответов. Но, ребятки, ответы мы найдем уже в следующей серии. А если вы хотите, чтобы она вышла как можно скорее, то обязательно поставьте лайкосик под этот видосик, подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok